МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы обещали, что у нас затрат на теплоресурсы будут меньше. Организации делят дома в разгар отопительного сезона. Гостинку на шестерых. А нам не хватает денег, чтобы даже дать однокомнатную квартиру. Какие еще варианты предлагают переселенцам? Режим черного неба продлили. Мы точно обнаружили превышение диоксида азота. Это основное продукт горения. Чем горожане дышали последнюю неделю. Нехватка топлива могла стать причиной падения вертолета БЛ-206 в Енисейском районе. Судно рухнуло в 20 километрах от поселка Ярцево. На борту находились два человека, а они погибли. По официальным данным, вертолет вылетел в субботу утром с поселка Удачный и затем перестал выходить на связь. В Ярцево он должен был дозаправиться и взять курс на подкаменную Тунгуску. К расследованию причин крушения уже подключился Межгосударственный авиационный комитет. По данным СМИ, пилот-бизнесмен Сергей Брюханов и его знакомый, преподаватель вуза Евгений Мальцев, летели на рыбалку. Нам удалось пообщаться с коллегами предпринимателя. Они характеризуют Сергея Брюханова как опытного летчика. Он один из первых пилотов частной авиации. В настоящее время следственная группа выдвинулась к месту крушения вертолета для того, чтобы произвести детальный осмотр места происшествия. Уже по результатам проведения осмотра следователи смогут озвучить предварительные версии. И переходим к главной теме дня. Главы районов сегодня принимали жалобы красноярцев на перебои с отоплением. Горячие линии по всему городу работали с 5 до 7 часов вечера. За 2 часа только в Свердловскую администрацию поступило порядка 40 звонков. По словам коммунальщиков, в большинстве случаев тепла нет по причине завоздушенных труб. Сейчас на проблемных адресах работают бригады слесарей и устраняют неполадки. Мы рассчитываем, что завтра-послезавтра работы в основном будут закончены. Значит, стояки будут развоздушены, что является основной причиной некачественного теплоснабжения в отдельных комнатах, помещениях. И будем смотреть, какие, возможно, еще вскроются недостатки. Но их будет минимальное количество. В основном можно сказать, что тепло в жилищный фонд в Свердловском районе запущено. Напомню, отопительный сезон в Красноярске стартовал 22 сентября. Сначала тепло начали подавать в детские сады, школы и больницы. Параллельно подключали и жилые дома. По плану завтра во всех квартирах батареи должны нагреться. Добавлю, те, кто не успел дозвониться на горячую линию, смогут сделать это завтра. Также с 5 до 7 вечера. Телефоны вы сейчас видите на экране. Итоги старта отопительного сезона подведет глава Красноярска Эдхам Акбулатов на прямой линии с горожанами в четверг 29 сентября. Глава горхозяйства Игорь Тетенков рассказал, что тепло есть в 85% городского жилого фонда. Одна из причин, почему в некоторых квартирах до сих пор холодные батареи, это инициатива самих ТСЖ. Их председатели считают, что пока рано начинать отопительный сезон. В этом случае жителям многоэтажек стоит обращаться к председателю дома с просьбой подать тепло. И сегодня начало отопительного сезона мы предлагаем вам обсудить в прямом эфире новостей Фонтово. Если у вас до сих пор нет отопления или ваш дом до сих пор не готов к зиме, звоните по телефону 261-62-63. Или пишите нам в социальных сетях. Ваши жалобы мы обязательно передадим в районную администрацию. Нам уже сообщили, что проблемы есть на улице Воронова, Водопьянова, Кольцевой и Кутузова. А между тем, три десятка домов в разгар отопительного сезона не могут поделить две теплоснабжающие организации – СГК и Фармэнерго. Сибирская генерирующая компания построила новые сети и готова поставлять тепло людям по меньшей стоимости. Управляющие компании уже написали свое согласие на переподключение, но Фармэнерго прекращать поставку тепла не собирается. Не в простой ситуации разбиралась Юлия Бочкова. Ржавая горячая вода из крана в доме на Свердловской течет постоянно. Жаловаться Фармэнерго Галина Васильевна уже перестала. Говорит, бесполезно. При этом платить за такую воду и отопление в небольшой однокомнатной квартире приходится почти по 2000 рублей в месяц. Поэтому, когда управляющая компания предложила пенсионерке подписать согласие на то, чтобы с нового сезона их дом обслуживала не Фармэнерго, а СГК, женщина согласилась. Мы за, что нас в город возьмет. Мы даже с удовольствием. Мы сейчас переходим в новую компанию, в уютный дом. И мы хотим, чтобы перейти в город. Даже очень хотим. Не против переподключения и соседи Галины Васильевны. Все дело в том, что СГК пообещала понизить тариф на отопление и воду. Нам выдали бланки, что мы не против, что мы переходим в другую компанию. И нам там обещали, что у нас затраты на теплоресурсы будут меньше. Но переподключить дома, как выяснилось, не так просто. Фармэнерго не дает свое согласие. Сегодня на подъездах пятиэтажек СГК даже расклеила объявление, где сообщает жителям, что компания Фармэнерго препятствует подаче тепла. И просит собственников квартир с этой проблемой обращаться и в свои управляющие компании, и в Краском. Люди обязательно отвлекнутся, потому что людям не все равно. Рынок тепловой энергии, он конкурентный. И стороны в крае приобретать тепловую энергию у того источника, у которого она дешевле. Необходимо Краскому, как владельцу тепловой камеры, которая осуществляется закрывание задвижек и подача тепловой энергии в сеть, то есть выполнить мероприятие по закрытию этих задвижек. И в дальнейшем, соответственно, мы уже приступим к подаче своего теплоносителя. В Краскоме пояснили, что прекратить подачу тепла от Фармэнерго они не имеют права. Сделать это может только сама компания, которая комментировать эту ситуацию, кстати, отказалась. Зато ее прокомментировали в мэрии и заявили, что никакого переподключения в этом году и вовсе не будет. С 22-го числа, нуля часов, отопительный период начался. Все, что сейчас кто-то что-то хочет сделать, это вообще-то чревато. И потом, когда где-то начинает ресурсоснабжающая организация что-то еще дополнительно, ну, это, во-первых, значит, может привести к нарушению жизнедеятельности, да, к всем этим вопросам. Это, естественно, будут рассматривать правоохранительные органы. Председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков считает, что это спор двух хозяйствующих субъектов. И здесь ни люди, ни администрация, ни Краском его не разрешат. Готовность сибирской генерирующей компании тоже начать поставлять тепло в сети компании Краском никак не влечет обязательств компании Краском оплачивать эту самую тепловую энергию в адрес сибирской генерирующей компании. Поэтому пока, грубо говоря, пока Фарменерго добровольно не откажется снабжать теплом эти многоквартирные дома, в конечном счете они будут и поставщиком коммунальной услуги, и выгодоприобретателем от ее оказания. Ситуацию может разрешить только новая схема теплоснабжения, считает Роман Казаков, где должно быть четко написано, какой дом от какой ресурсоснабжающей организации получает тепло. Но схему Минэнерго в этом году снова не одобрила. Ее отправили на доработку уже в четвертый раз. Юлия Бучкова, Эдуард Баглай, Михаил Масленников. Афонтова новости. У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут и какая у вас проблема? Здравствуйте. Зовут меня Лидия. У нас проблема нету отопления по улице Крупской, 12. Обращались уже куда-нибудь? С утра обращались, да, как бы не только мы одни. У нас тут квартир 7, наверное, звонили, и толку никакого нет. То есть как не было отопления, так и вы нет. Ну а в управляющей компании что вам говорят? Нам дают разные телефоны, то есть мы звоним туда, нас отправляют опять в управляющую компанию, с управляющей опять на этот номер телефона, но которые вот номера отдавали по новостям, туда вообще дозвониться не можем. А, даже так? Ну то есть все линии заняты, то есть большой поток? Да, все перегружено. Лидия, мы обязательно передадим вашу информацию, вы все-таки еще сами попытаетесь завтра дозвониться, но и мы тоже в свою очередь попытаемся выяснить, почему у вас нет тепла. Спасибо за звонок. Мы продолжаем. Еще на сутки продлили режим черного неба в Красноярске до 7 вечера вторника. Всю прошедшую неделю над городом висела плотная дымка, и все это время городской воздух изучали общественники-экологи. Они объехали весь город на передвижной лаборатории. Даже запускали в небо квадрокоптер, чтобы выявить источники загрязнения. И обнаружили достаточно серьезные площади задымления от пала травы. Поля горели в Березовском, Манском и Сухобуземском районах. В совокупности с городскими выбросами, остаточной дымкой от лесных пожаров из соседней Иркутской области и очень слабым ветром город буквально утонул в дыму. Сегодня экологи озвучили данные замеров городского воздуха, которые они сделали в конце прошлой недели. В нем обнаружили примерно полторы предельно допустимые нормы диоксида азота, гидрохлорида и гидрофторида. Во-первых, во всех районах у нас мы обнаружили превышение порядка полутора-двух ПДК по взвешенному. То есть это по пли. То есть у нас достаточно серьезная была запыленность, так скажем. Второй фактор, мы точно обнаружили превышение диоксида азота. Это основной продукт горения. Основной продукт горения именно органических веществ. Это либо лес, деревья, либо трава. В лесопожарном центре уверяют сейчас дым от горящего леса никак не влияет на экологию города. Огонь бушует в лесах достаточно далеко. Сейчас горит примерно 1200 гектаров тайги. В основном это Ивенкея, Бабучанские и Кежемские районы. Общая площадь, объятая огнем, не увеличивается и не уменьшается. Количество локализованных и ликвидированных пожаров равно количеству новых. Из-за необычно теплого сентября сезон сбора дикоросов сильно затянулся. Люди в тайге оставляют костры и благодаря сухой погоде возникают все новые и новые очаги. В крае действует особый противопожарный режим. Причина возникновения, конечно, это человеческий фактор. На сегодня уже нельзя сказать, что это какие-то погодные явления, грозы. Это человеческий фактор. Очень много людей в лесу, которые либо там собирают дикоросы, очень много ягод и грибов. Поэтому хотелось бы, также пользуясь случаем, обратиться к жителям края, гостям нашего Красноярского края. Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности с целью недопущения возникновения новых очагов. Я напомню, что сегодня главная тема нашего выпуска – старт отопительного сезона. У нас есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут и какая у вас проблема? Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. У нас такая проблема. Мы живем по ПОВА-8, а квартира 48. У нас холодная батарея на кухне и полотенцесушитель тоже холодный. А так тепло в квартире у вас есть? Да, да. Но вы обращались в управляющую компанию. Вот говорят же, что основная причина холодных батареек – это как раз-таки из-за воздушной батареи. Вы знаете, у нас, наверное, причина в том, что нижняя квартира у нас там, там у них вообще безобразие. И с потолка бежит у них там, по-видимому, там вот и полотенцесушитель, там надо ремонт делать что-то. Но вы все-таки обратитесь в свою управляющую компанию обязательно. Если не помогут, то обратитесь в горячую линию вашего района. Спасибо вам за звонок и мы продолжаем наш выпуск. Жители Николаевки недовольны условиями переселения. На месте их жилья появится магистраль, которую соединит 4-й мост и Копылова. До декабря жильцов должны либо переселить, либо выплатить компенсации. Однако, по словам жителей, в мэрии заявили, квартиры в построенном доме для переселенцев на Корнеево закончились. Поэтому нужно соглашаться на выплаты. За землю вместе с постройками людям предлагают всего миллион триста. Среди переселенцев есть многодетные семьи. Ситуацию разбиралась Виктория Столярова. Оценили мой дом в миллион триста и все. Они даже не спрашивали. Гульфера с переездом уже свыклась. Вот только получить такие деньги за свое жилье с участком оказалось не готово. Миллион триста городские власти предлагают за деревянный дом в 21 квадрат и три с небольшим сотки земли. Благоустроенную квартиру семье не предлагали, а компенсации хватит только на гостинку, говорит женщина. Но там их большая семья вряд ли разместится. С мужем они воспитывают четверых детей. Сразу деньги. Потому что сказали, у нас однокомнатные квартиры стоят 2,200, а нам не хватает денег, чтобы даже дать однокомнатную квартиру. Вместе с землей нам миллион триста. Дом оценили. Я даже, честно сказать, не смотрела сильно, потому что увидела сумму миллион триста и они сказали, что не можем даже квартиру дать. Через несколько месяцев этот дом, а вместе с ним еще почти 500 пойдут под снос. Вместо них здесь появится шестиполосная магистраль, которая свяжет 4-й мост и улицу Копылова. До декабря площадку нужно освободить. Жильцов должны либо переселить, либо выплатить компенсации. Однако, по словам жителей, в мэрии им так и заявили. Квартиры в построенном доме для переселенцев на Корнеево закончились, поэтому соглашайтесь на выплаты. Сказали, что квартиры осталось мало. Говорят, берите деньгами, покупайте такой же дом где-нибудь на отшибе и живите. Люди возмущены. В мэрии обещали оценивать землю по рыночной стоимости, а на деле выплаты получаются гораздо меньше. В департаменте градостроительства объясняют, жилые постройки оцениваются по однотипным объектам. Поэтому стоимость жилья в Николаевке считают по расценкам вторички Октябрьского района. Оценщик как раз и выбирает, берет объекты аналоги, не менее 3-4, 5, но это опять же он определяет. И уже по объектам аналога выбирает цену. И она формируется как средняя от этих объектов аналога. Для примера они берут все объекты, расположенные на территории Октябрьского района. Цена за сотку земли рассчитывается по такой же схеме. Сейчас провели оценку 90 объектов в Николаевке. По словам жителей, лишь единицы согласились на предложенные властями условия. Остальные выкупную стоимость своих участков будут оспаривать в суде. Мы будем добиваться, чтобы детей не оставили на улице. Виктория Столярова, Сергей Кашин, Афонтова новости. Добавлю, завтра мы планируем посетить Николаевку с независимыми экспертами и риэлторами. И узнать у них стоимость земли и недвижимости в этом районе. И другим темам. 13 подпорных стен и лестниц отремонтируют до конца года в Красноярске. На 7 из них работы уже завершены, на 6 продолжаются. Всего на восстановительные работы этих объектов до конца года потратят более 60 миллионов рублей. А вообще в городе необходимо отремонтировать более 200 аварийных стен. Максимально у нас есть список, составленный из аварийных стенок, где прошли проекты искательской работы. И мы планируем порядка 9-12 стен сделать. В том числе у нас подпорная стенка непростая на Куйбышево, вы знаете, пишут жители по железнодорожному району. Но это действительно так. Поэтому максимально предлагаем меры, чтобы именно те опасные стены, подпорные стены, которые есть, привести их в порядок. Деньги на нянь для детей-сирот просят пожертвовать волонтеры. Сбор средств объявил благотворительный фонд «Счастливые дети». Все собранные средства пойдут на оплату сиделок для ребятишек из детских домов. Уход и присмотр требуются малышам, которые находятся на лечении или обследовании в больницах. Проект «Хочу на ручке» проводят не в первый раз. За три месяца удалось найти нянь для 20 ребятишек. На первый квартал 2017 года нужно собрать чуть больше 260 тысяч рублей. Эти деньги пойдут не только на оплату нянечек, но и на средства гигиены, и на покупку одежды для малышей. К юбилею битвы за Москву. Кого не хотят играть участники военной реконструкции? Об этом через пару минут. Афон ТВ представляет. Первый строительный телепроект «Удачный дизайн». Каждую субботу в 11 утра. Генеральный партнер ООО «Инком Сосны». 29 сентября в здании Красноярского цирка пройдет грандиозный турнир по боям без правил. Начало в 19.00. Телефон для справок 295-30-66. Категория 12+. Открылся новый склад «Магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13. Строение, 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. В Большом банке процент должен быть большим. Вклад до 9,8 годовых в банке «Открытие» без посещения офиса. Получите промокод на сайте или по бесплатному номеру телефона. В жизни всегда есть место открытию. Банк «Открытие». Это новости Афонтова и мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы обсуждаем начало отопительного сезона. Если у вас до сих пор нет отопления или ваш дом не готов вообще к зиме, звоните по телефону 261-62-63. Информацию мы обязательно передадим в районную администрацию. И мы продолжаем выпуск. Битву за Москву спустя 75 лет реконструировали красноярцы. На острове отдыха полсотни любителей истории разыграли сражения между красноармейцами и армией Гитлера. Реальный бой состоялся 30 сентября 1941 года. В нем участвовала и Красноярская 119-я стрелковая дивизия. Виктория Столярова стала свидетельницей битвы. Поляна на острове Молоково больше напоминает линию фронта. Здесь то и дело гремят выстрелы от винтовок и артиллерийские залпы. На календаре сентябрь 2016-го, но длинные окопы и громкие выкрики немецких командиров создают ощущение полномасштабных боев Великой Отечественной. В баталии участвует более 50 бойцов. Реконструкторы показывают фрагменты битвы за Москву, которая проходила осенью 1941-го. В будни они учителя, менеджеры и врачи, а сейчас солдаты 119-й Красноярской стрелковой дивизии. Наши земляки одними из первых отправились на Калининский фронт. Чтобы поучаствовать в театрализованных боях, Алексей Карелин приехал из Новосибирска. В этой баталии он исполняет роль политрука Красной армии. Есть определенные команды, которые можно свистком подавать, например, это слышно, это значит, внимание, два свистка, это в атаку. Потому что голосом, правило, когда идет стрельба, взрывы, не всегда слышно, до этого используется свисток. В этом сражении силы Красной армии значительно превосходят немецкое войско. Оно и понятно, говорят актеры, все стремятся сыграть роль красноармейца. Реконструктору с 10-летним стажем Андрею Криволуцкому пришлось надеть немецкое обмундирование. Ведь кто-то должен играть роль врага. В этот раз пришлось специально сыграть немца, потому что у меня есть форма солдата советской армии и на 41-й год. Дело в том, что большинство людей как раз хотят сыграть русских солдат, немцев катастрофически не хватает. Поэтому на мне сегодня мундир немецкого солдата. За театром военных действий наблюдают десятки школьников. Для них это настоящий урок истории, говорят организаторы. Мы мероприятия проводим не для себя, в первую очередь, а для зрителей, чтобы напомнить вообще людям, как сложно было отстаивать Москву, какие сложными были бои в 41-м году, чтобы это не забывалось. Одно дело это видеть в кино, где-то по телевизору, в фильмах. Другое дело приехать на такое мероприятие вживую, посмотреть оружие, пообщаться с людьми, увидеть реформу. Опять же, быт, как жили эти люди, то есть блиндажи, курсы во всю эту атмосферу 41-го года и 21-го века. Сразиться в импровизированном бою приехали знатоки истории из Новосибирска, Омска, Братска, Томска, Лисосибирска и Минусинска. Наступление, которое длилось более шести месяцев, здесь удалось завершить практически за 40 минут. Как и в 41-м, немецкие войска потерпели поражение. Виктория Столярова, Михаил Ткачук, Афонтова новости. И мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска, старту отопительного сезона. У нас есть очередной звонок. Здравствуйте, как вас зовут и какая у вас проблема? Здравствуйте, меня зовут Галина. Я проживаю на улице Борисевича. Вы знаете, сегодня выписалась с астонара, позвонила в компанию, сказали, что как бы дадут паровое отопление, придут, посмотрят. Но никто ничего даже не соизволил. У нас ребенок месячный заболел. Я сама в таком состоянии. Представляете, с астонара? Дома холодно, и даже никто не соизволил прийти посмотреть трубы. У нас дома холодно и сыро. Это что же это такое? А нет только в вашей квартире тепла или все-таки во всем доме? Ну, у соседей тоже, говорит, нет. И у меня нет, и у соседей нет. Я не знаю даже, как это так вот. Она говорит, что отопительный сезон, что вроде у нас начался с 22-го числа. До вас так тепло не дошло. Ну, спасибо вам за звонок. Мы записали ваш адрес, и обязательно выясним, почему у вас до сих пор нет тепла. И мы продолжаем выпуск. Картофельную снежинку установили в центре города. Необычный арт-объект открыли с оркестром. Автор инсталляции – известный эпатажный художник Василий Слонов. По замыслу картошка – это символ не только современной России, но и отражения души сибиряка. Он надеется, что памятник простоит до весны. Однако, если картофель кто-то заберет для своих нужд, Василий не обидится. Тем более, что открытие овощной снежинки стало стартом и благотворительной акции – мешок картошки. Ее проводит фонд «Тройняшки». В ближайшие несколько недель картофель бесплатно получит порядка 50 многодетных семей. Продукты им будут привозить на дом по предварительной заявке. Эта снежинка после того, как она закончит свою миссию, будет превращена в гербарий и сдана в краеведческий музей. А следующая снежинка будет еще лучше, еще масштабнее, лучезарнее. У нас в фонде «Тройняшек» много подопечных, которые, на самом деле, картошка для них – это не простые слова. Это именно важный хлебтор. Проблема как раз, как прокормить такую семью. И вот картошка в этом плане – помощь именно. Пусть небольшая, но это важно. То есть неделю, по крайней мере, из картошки много блюд можно сделать. Пельмени, колбаса, шпикачки, сардельки и другие товары у Ярского мясокомбината получили фирменный знак качества Красноярского края – кедровую шишку. Предприятие прошло добровольную сертификацию. Лабораторные исследования подтвердили, что в этой продукции присутствуют только натуральные ингредиенты без вредных примесей. Как готовят настоящую колбасу, расскажем в сюжете далее. Новый станок отечественного производства для лепки пельменей и вареников появился на Ярском мясокомбинате всего около месяца назад. С его помощью производят до 600 килограммов продукции в час. Это хит-продаж пельмени русские, которые давно пользуются спросом у населения. Теперь и они, и другие товары предприятия получат особый отличительный знак качества на упаковке. Ряд продукции теперь будет у нас с определенным логотипом. То есть это будет кедровая шишечка. Большей частью это гостовские продукции. Это вареные колбасы гостовские, такие как докторская, телячья, любительская, сосиски молочные, любительские. Колбасы полукопченые, варенокопченые. Такие как сервелат, московская, охотничьи колбаски, таллинская, краковская колбаски. Сейчас на территории края действует соглашение о производстве качественной продукции. Оно нацелено на борьбу с фальсификатом на рынке. Уярский мясокомбинат в предыдущие годы столкнулся с большим количеством подделок и принял решение пройти добровольную сертификацию. Мы поставили перед собой задачу возродить некогда популярную марку Уярского мясокомбината. Для нас очень важно участвовать в программе «Красноярское качество». Мы за качество, за свое отвечаем. Используем сырье только местного производителя. Все сырье мясное поставляет нам Агрохолдинг Сибиряк. На сегодняшний день наша продукция находится практически во всех сетях Красноярского края. Чтобы получить сертификат, подтверждающий качество продукции, Уярский мясокомбинат прошел контроль специалистов Красноярского ЦСМ. Исследование четырех независимых лабораторий подтвердило, на предприятии используют только качественное мясо, без вредных добавок, сои и ГМО. Система добровольной сертификации, это добровольное подтверждение качества, все-таки является гарантом надежности. Продукция, выпущенная Уярским мясокомбинатом, представленная для регистрации в системе добровольной сертификации, подтвердила свое стабильное качество. Теперь покупатель сможет легко отличить подлинный продукт от подделки по упаковке и фирменному товарному знаку. Алина Мельчакова, Алексей Егоров, Афонтова, новости. Первый снег выпал в Красноярском крае. Правда, пока только в северных районах. Снежными фотографиями в социальных сетях делятся жители Норильска и туристы, отдыхающие в Иргаках. Правда, днем потеплело и снег растаял. Добавлю, что сегодня утром в Красноярске также были заморозки. И не можно было увидеть на автомобилях и траве. Добавлю, что последняя неделя сентября также будет холодной. По ночам синоптики обещают до минус трех. И сразу после новостей смотрите очередную серию проекта «Сто пудов». Сколько килограммов смогли сбросить наши герои Саша и Таня за месяц? Узнайте через несколько минут. А также приготовьте ручку и бумагу и записывайте рецепт вкусных и полезных вегетарианских блюд. А я напомню, что сегодня на нашей страничке в социальной сети ВКонтакте мы проводили голосование и спрашивали, дали ли вам тепло. И у большинства наших подписчиков все-таки уже есть тепло в квартирах. На этом все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14 или пишите нам в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Днем потеплее до плюс 15. Облачно, но безветренно и без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Днем потеплее до плюс 15. Облачно, но безветренно и безусловно. 29 сентября в здании Красноярского цирка пройдет грандиозный турнир по боям без правил. Начало в 19.00. Телефон для справок 295-3066. Категория 12+. Куртки и пальто на мужчин и женщин, на девушек и парней. Всего за 3 500. В магазине «Ярмарка верхней одежды». Нереально низкие цены на «Ярмарке верхней одежды». Красноярский рабочий 71 и свободный 29. Телефон отдела продаж «Радиомир» в Красноярске. 266-77-00. «Радиомир» хорошо звучит. Афонтово. Новости. 285-14-14. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова